Я начну это видео с грустной, грустной истории. Итак, я был в Лондоне и нашел эту чудесную пару бытинок Челси. Даже ухватил их по скидке. Я их обожал. Я носил их все время, пока не уничтожил их в одну висконсинскую зиму. Как это случилось? Ну, выпало много снега, они впитали так много соли, что сами стали белые, как снег. И еще сами знаете, как много слякоти осенью и весной, и всякой другой ерунды. Друзья, они начали разваливаться. На коже появились трещины за одну зиму. Я хочу убедиться, что это не произойдет с вами. Итак, сегодняшнее видео я хочу посвятить всем ботинкам, которые нуждаются в любви и заботе. Друзья, фундаментальное руководство по заботе о ваших ботинках. Итак, давайте начнем это видео с разговора о враге. Что же за враг кожи ваших ботинок? Номер один – это ваше пренебрежение. Да, друзья, все, что я говорю здесь, ничего не значит, если вы не будете предпринимать действий по уходу за своей обувью. Я часто вижу, как парни носят свою обувь. Они думают, раз это их ботинки, значит, они могут быть грубыми с ними. Что они могут делать то, но вы понимаете, что не нужно делать в принципе. Это правильно, если вы не хотите, чтобы они служили вам долго, если хотите, чтобы они развалились на части. Если вы заботитесь о своих ботинках, я вам говорю, они будут становиться лучше, если они сделаны из натуральной кожи. Итак, самое первое, будьте аккуратны и забудьтесь о своей обуви. Следующий враг – вода. Как вода вредит обуви? Потому что она может проникать в кожу, и когда она ее покидает, она меняет ее форму. Она может просто пересохнуть. Она вытягивает за собой влагу, а когда проникает, растягивает клетки. Да, кожа – это биологическая ткань. Вспомните, когда вы ходите в бассейн, что происходит? Или когда проведете много времени в ванной, вы знаете. Вспомните, как забавно выглядели ваши пальцы, когда вы были ребенком. И это происходит также и с этой кожей. Вам нужно удостовериться, что этого не произойдет. Нашу кожу защищает восстанавливающееся кожное сало, а эта кожа утратила такую способность. Наконец, соль и остальные виды химических соединений. Соль впитается и высушит кожу даже быстрее. Есть некоторые вещества, которые, попадая на кожу, вызывают образование трещин, да и вообще обувь начинает разваливаться. А теперь поговорим о различных материалах, из которых делают ботинки различных стилей. Итак, если это экзотическая кожа, вам нужно быть очень осторожным с водой. Это может быть страус, крокодил или нечто подобное. Когда вам нужен погодоустойчивый материал, в дело идет замша. Некоторые модели, как та, что у меня в руках, сделаны из погодоустойчивой замши. Следовательно, вы можете их мочить. Они гораздо более устойчивы к повреждениям. Что касается заботы о замше, вам нужно приобрести хотя бы щетку для замши и специальный спрей. Смотрите за ними, и тогда они вам скажут, что вы под их защитой. Большинство вещей, о которых я расскажу сегодня, особенно про крема, знайте, воски на замше не применяются, потому что они поменяют текстуру, и вы никогда не сможете вернуть все назад. Итак, найдите хорошую щетку. Проводите профилактику, чтобы ухаживать за подобными вещами. Все ботинки, которые я сегодня покажу в своем видео, друзья, представлены Тёздэй Бутс. Я оставлю на них ссылку в описании. И позвольте мне рассказать вам о Тёздэй Бутс, шикарная компания. Они спонсировали сегодняшний выпуск, и я расскажу вам почему. Я тестировал их продукцию, носил около двух лет. Вот эту пару у меня в руках я носил в украинскую зиму. Я ухаживал за ними, и я могу сказать вам, они великолепны. А именно, они сдерживают снег, слякоть и мокрый снег. Они проделали отличную работу, и я прошел в них множество миль, и я продолжаю их носить. Это шикарная компания. Друзья, я думаю, что вы будете приятно удивлены, когда увидите цену этой обуви. Прекрасное предложение. И с прекрасной ценой они предоставляют прекрасный выбор разных стилей, разной кожи. Друзья, заходите на их сайт. Что вы об этом думаете? Оцените эти Блэрни Стон Коммандер. Они ли не прекрасны? Они мне реально нравятся. А эти Блэк Винтип, разве не прекрасны? С чем вы наденете эти Блэк Винтип? Посмотрите на эти темно-синие замшевые чукки. Я носил такие, как на картинке. Я попросил мне их выслать, и я могу сказать, я в них влюбился. Зацените коричневые президенты. Это первые ботинки, которые я вам показал. Самые первые ботинки, которые мне прислали. Я их продолжаю носить уже почти два года. И в конце, господа, эти стильные, великолепные ботинки по суперской цене. Я оставлю ссылку внизу в описании. Загляните. И напишите в комментариях, какой ваш любимый стиль. Я собираюсь встретиться с основателем компании здесь, на неделе в Нью-Йорке. Мы с ним пообщаемся. Может, я выбью пару ботинок, чтобы отправить вам. Опишите в деталях, как вы будете их носить. Звучит здорово? Ну ладно, друзья. Вернемся к теме. Возвращаясь к разговору, на что вы должны обратить внимание при ношении классических ботинок, будь то челси или какие-нибудь со шнурками, или с более изысканным дизайном, определенно стоит обратить внимание на подошву. С ними нужно быть особенно аккуратным. Зачастую в них используется более тонкая кожа, чтобы придать изящности, более элегантный вид, но так они становятся более нежными, и повреждения появляются моментально. Поэтому особенно берегите их. Кожа может быть светлых оттенков. Это хорвинская кожа из Чикаго. На что мы должны обратить внимание? Если мы нанесем темный крем, кондиционер, нанесем масло, швы станут темнее, чем кожа. Удостоверьтесь в том, что вы используете при уходе за светлой кожей. Все, что будете наносить. Что касается язычка, вы можете полностью начистить или часть. Посмотрите, как поменялся оттенок. Практика, практика, практика. И не верьте компаниям, которые вам говорят, что ваша обувь не потемнеет. Друзья, это произойдет, и эти компании не купят вам новую пару светлых ботинок. И, наконец, я расскажу о ботинках, сделанных из темной, тяжелой твердой кожи. Итак, что круто в них, так то, что они темные, намного легче скрывать потертости. У вас широкий выбор различных кремов, полиролей и других полезных вещей. Вам не нужно особенно переживать, если вы их поцарапали. О чем точно нужно позаботиться, так это о проникновении соли. Сейчас поговорим об этом. Если вы живете в заснеженной области, и у вас посыпают солью дороги, чтобы растопить лед, это круто, чтобы убрать наледь, но это ужасно для вашей обуви, потому что как только соль попадает на ваши ботинки, быстро сушит кожу, начинают образовываться трещины, даже через несколько месяцев. Поэтому стоит предупредить это. Вот ключ. Вам нужно держать тряпку там, где вы храните ботинки, и просто после каждого надевания протирать их. И будут происходить чудеса. А также храните маленькую щеточку и просто удаляйте все следы от соли. Если вы будете это делать, вы будете во главе игры, когда большинство людей нет. Они забывают делать это, пока не пройдет пара недель, и они не увидят соляные пятна на ботинках. Что тогда делать? Окей. Итак, вам понадобится 1 столовая ложка уксуса, стакан воды, смешайте, нанесите на тряпку и протирайте. Вам потребуется немного времени, чтобы удалить все эти пятна. Вот еще способ лечения обуви. Вы также можете применять специальный тип очистителя. Есть множество разных очистителей. Я поговорю о них немного позже. Они помогут справиться с солью, но не нужно ограничиваться ими. Поймите, если вы видите солевые пятна, это нехорошо для вас. Вам нужно немедленно от них избавиться. В этом последнем пункте вы видели меня держащим щетку, и сейчас у меня широкий ассортимент щеток. Я люблю о них говорить. Я считаю, что главное вам самим разработать свою систему. Вам не нужно смешивать и объединять щетки. Причина проста. Если вы одну используете для наведения блеска после полировки, а другую для удаления грязи и налета, и вдруг поменяете их, когда вы будете начищать, вы нанесете частицы пыли и грязи. Таким образом, вы перечеркнете весь свой труд. Не делайте этого. Итак, вот щетка у меня в руках. По размеру и цвету я знаю, что это моя щетка для очистки. Мне не нужна щетка со слишком жесткими ворсинками, но они должны быть такими, чтобы можно было зачистить различные части обуви и удалить грязь. А эти маленькие щеточки, которые вы, возможно, уже видели раньше, щеточки-аппликаторы. Вот это черные для черного крема, а это для светлых или нейтральных цветов. Таким образом, у меня своя щетка для каждого из вида кремов. Да, вы можете купить и больше, но я понял, что для меня такой набор работает лучше. Так, а вот разные щетки для полировки. Это, очевидно, для светлой обуви, это для темной, но поймите, щетки сами по себе не созданы, например, для темного. Это зависит от крема, который вы используете. Вот что главное. Множество людей используют в качестве тряпки просто старую футболку. Вот у меня тряпки такие, которые разных цветов. Так моя домработница не примет случайно за забытую вещь, которую нужно постирать. И вот такая, которую удобно использовать. У нее реально удобная рабочая поверхность, которая создана для полировки. И где же все это хранить? Друзья, для этого есть бокс для чистки обуви. Вам нужно иметь одно место, куда вы все сложите, где вы сможете все найти, когда понадобится. Итак, когда я осмотрел всю различную продукцию, я разделил ее на три категории. Первое – очистители. Следующее – кондиционеры. И после – полироли. Я объясню, как работает каждый, и почему вам следует использовать каждый. Сперва давайте поговорим об очистителях. Итак, на мой взгляд, самые лучшие очистители – это простая тряпка, которую следует протирать каждый раз, и хорошая щетка, которая удаляет крупные частицы. Но если вы хотите что-то еще, есть несколько специальных очистителей. Одно из наиболее распространенных – это седловое мыло. Как понятно из названия, изначально его применяли для седел. Люди обнаружили, «Эй, я могу натирать ими обувь и ремень». Но поймите, что некоторые седловые виды мыла могут удалить немного пигмента красителя. Так может изменить цвет и сделать кожу светлее. Но если на обуви грязь, пыль, и вы не можете использовать много воды, или обувь уже намокла, ну, в таком случае вы можете использовать седловое мыло. Но седловое мыло – не кондиционер, и это следующая категория, и я считаю, что это самая большая категория. Кожа – это биологическая ткань. Со временем она начинает трескаться и разваливаться на части. Она трескается в основном потому, что высыхает. Цель кондиционеров – это вернуть вещества, влагу, и делает это таким образом, которым вода не может. Итак, тут большой ассортимент различных кондиционеров. Я говорил о компаниях, как Лазер Хони. У них есть и очистители, и кондиционеры. Вы можете найти их средства, на которых написано, что это и очиститель, и кондиционер. Я предпочитаю пользоваться истинным кондиционером. Кожный бальзам зачастую и кондиционер, и очиститель. Вы даже не увидите омолаживатели. Они имеют специальные виды нутриентов и ингредиентов в них. Их применяют, когда вы пытаетесь реставрировать или возродить старую кожу. Но поймите, если кожа потрескалась, развалилась на части, навряд ли почините. Но некоторые омолаживатели могут помочь. Но будут стоить гораздо дороже. И вы можете увидеть некоторые крема, которые находятся на границе между кондиционерами и полиролями. Крема специально созданы, чтобы пропитать кожу. В то же время покрасить и насытить оттенок, оставив за собой небольшой блеск. Но крема, по моему мнению, никогда не оставят такой блеск, как истинные полироли. Далее, господа, поговорим о полиролях. Полировка – это наружный защищающий слой. Он не проникает в кожу и не смягчает ее. В большинство полиролей входят гидрофобные материалы, которые отталкивают, не дают воде проникнуть. Это великолепная штука, ваш защитный слой. И вообще, вы можете сделать несколько полировочных слоев на обуви, которые будут ее предохранять в основном от потертых повреждений. Вот почему я люблю полироль. И если вы используете полироли, это шикарно, потому что большинство людей нет. И множество людей спрашивают у меня, в чем разница между полиролью за доллар и за 12 долларов. Дело в ингредиентах, их качестве, красителях. Здесь используются более натуральные материалы, а здесь на основе нефтепродуктов. Вот в чем главное различие. Некоторые могут сказать, что она имеет более лучшее сияние. Думаю, что это скорее эффект плацебо. Но в итоге выберите бренд, компанию, которая вам подходит. Итак, красители. Вы встретите черную полироль, коричневую и нейтральную. Я люблю нейтральные полироли, потому что они придают блеск и не придают никаких оттенков. Но если у вас черные туфли, используйте черную полироль. Иногда если у вас черные темные туфли, вы можете взять нейтральные, но это не сыграет вам хорошей службы, потому что не скроет царапин. Теперь поговорим о некоторых специальных влагозащитных и полирующих продуктах, которые вы можете встретить. Итак, если вы увидите, что там написано, мы вас защитим от снега и слякоти. Поймите, что они, возможно, будут просто использовать пчелиный воск. И если вы сделаете все, как я вам говорю, вам, скорее всего, не понадобится, ну, не так сильно. Силиконовые спреи. Я считаю их достаточно хорошими. После того, как вы нанесете все слои. Да, вы можете покрыть спреем поверх, но они будут дороговаты. Я считаю, что полироли с лихвой делают свою работу. Другая штука, как норковое масло. Да, это будет работать, если вы не использовали ничего, о чем я говорил. И зачастую его нужно использовать для черной кожи. Но поймите, большинство этой продукции появилось или пришло в обувную индустрию из других индустрий. Так они применяются для женских сумочек, на кожных сумках. Я говорю к тому, что если вы сделаете, как я вам говорил, вам больше ничего не нужно лишнего. А вот, например, подобные сочетания сделаны специально, чтобы быстро нанести, убрать лишнюю полироль. Вот такие вещи, я думаю, хорошо работают. Вам нужно посмотреть на ингредиенты, которые используются. Я считаю, что не стоит выбирать много синтетики. И в конце концов, запомните, ничто не поможет, если вы не будете ухаживать и заботиться о своих ботинках. В этом пункте, как применять все эти знания, как применить их все к вашей обуви. Все в порядке. Я оставлю ссылку на видео, где я показываю, как очищать, как наносить кондиционер, как полировать ваши кожаные туфли. Да, я сказал туфли, но те же правила применяются при уходе за ботинками, чтобы начистить ваши ботинки, чтобы начистить ваши туфли. Здесь нет особой разницы, но с этими знаниями, с этой базой, друзья, вы сможете ухаживать и будьте уверены, что кожаные ботинки прослужат долго. Ну ладно, господа, теперь ваша очередь. Дайте знать, что вы думаете об этом видео ниже в комментариях. И не забудьте зайти на сайт Tuesday Boots. Я также оставлю ссылку в описании. Я хочу прочитать, друзья, какая ваша любимая модель. Будьте особенными. Расскажите, как вы бы их носили, с какой одеждой можно сочетать, как вы будете одеваться этой зимой, как вы будете заботиться об этих ботинках. Всю информацию я вам... Всю информацию я вам уже дал, но вы должны выделиться. Переходите на их сайт по ссылке в описании. Переходите на их сайт по ссылке в описании. Надеюсь, что вы зайдете и найдете что-то. На этом все. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.